Накануне появилась запись бойца с позывным «Свояк», который рассказал, что у кровояки якобы раздолбали из РПГ русский танк «Армата». Ну что ж, с фантазией военного командования Украины все в порядке, ведь мало того, что «Армата» — это просто название для гусеничной платформы, так более того, никакой танк с завода-то еще не вышел, а они уже раздолбали. По-другому-то не получается поддерживать моральный дух своей армии, которую зажимают в дебальцевском котле и выбивают с территорий ДНР и ЛНР тут и там. Наш военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что после котла военные действия продолжатся, пока Порошенко опять не запросит перемирия. Почему же вооруженные силы Новороссии сосредоточились только на Дебальцево? Сведомые украинцы скажут, конечно, что ополчение раздолбали, как и танк «Армата» на других направлениях. Однако объяснение очевидно. И эта наступательная операция ведется. Ведется понемногу, но успешно. Хотя украинское руководство за эти месяцы научилось виртуозно врать, считает эксперт. Чтобы украинцы поняли, что к чему, с кем они воюют, за что и как они воюют, им нужен громадный военный провал. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.